МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Наши новости. В студии Денис Симоненко. Смотрите в материалах наших респондентов. Никаких нарушений, полное удивление. Президент Владимир Путин на реакции Запада на решение полуострова и российских военных вперед крымской весны. А демократия – это право народа. В данном случае право на самоопределение. Быть ближе к народу в Крыму внедряют систему электронного правительства. Как обзавестись каждому крымчанину своим личным кабинетом и попасть в интернет-приемную? Мы подключаем граждан путем вот этой электронной демократии, да, так называемой. Мы подключаем граждан к работе по управлению. То есть увидел какую-то проблему, сфотографирует, отправит. Президент России Владимир Путин считает неадекватной реакцию Запада на присоединение Крыма к Российской Федерации. Для главы российского государства удивительно слышать претензии насчет того, что Россия нарушила международное право. И привела в пример президент с Косово. Владимир Путин напомнил решение международного суда, по которому Косово имело право на самоопределение. Президент подчеркнул, что в этом документе было сказано самое главное, что при решении вопроса о самоопределении народ, проживающий на определенной территории, не должен запрашивать мнение центральных властей своего государства, где они находятся в настоящий момент. Что было сделано в Косово, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Но не для того, чтобы кого-то заставить теголоса, это невозможно сделать, а для того, чтобы не допустить кровопролития, чтобы дать возможность людям выразить свои собственные отношения к тому, как они хотят определить свое будущее и будущее своих детей. В Косово, о котором мы упомянули, Косово, оно только решением парламента объявило о своей независимости. В Крыму люди не только решение парламента провели, они вышли на референдум, и он был просто сногсшибающим по результатам. А что такое демократия? Мы с вами хорошо знаем. Демос это что? Народ. А демократия это право народа. В данном случае право на самоопределение. Симферополь сегодня получил главу администрации. Им стал Геннадий Бахарев, который несколько месяцев занимал эту должность с приставкой ИО. На внеочередной сессии Симферопольского горсовета предложил комплексную программу социально-экономического развития города до 2020 года. Симферополь должен стать современным делуем центром Крыма. В нем может появиться муниципальная полиция, а главный архитектор будет заниматься сугубо формированием облика города. Подробности смотрите в нашем репортаже. О важности мероприятия свидетельствует появление в сессионном зале горсовета главы республики. Сказал, что возьмет слово только после того, как депутаты определятся с выбором главы администрации Симферополя. По сути, ответ был известен еще до начала голосования. Геннадий Бахарев остался без соперников. Галина Александрова вчера сняла свою кандидатуру. Первым своим решением в качестве главы исполнительной городской власти пообещал разобраться с хаотичной застройкой города и представил программу социально-экономического развития Симферополя. Очень важно то, что принято решение о выделении главного архитектора как отдельная единица, формирующая архитектурный облик города. Это не тот человек, который будет заниматься пристройкой балконов, увеличением площади застройки. Это человек творческий и должен создавать облик нашей столицы. Будем подходить очень взвешенно. Конкурс, который планируется объявлять на эту должность, будет содержать очень много требований. Выделил пять основных направлений работы. Развитие экономики города и создание благоприятной бизнес-среды. Внедрение рационального энергообеспечения и сбережения. Модернизация образовательной системы. Социальная защита населения, физкультура и спорт. Развитие торговли. Из инноваций создание муниципальной полиции 30 человек с полномочиями выписывать штрафы нарушителям городского порядка. А дороги разгрузят тем, что увеличат количество разворотных перекрестков и разделят их по полосам. Менять в городе нужно практически все. Главная мысль увесистого доклада. И сейчас, заручившись поддержкой всей России, самое время это начинать. После чего последовало голосование. 34 депутата за. Геннадий Бахарев, глава администрации Симферополя. Я хочу пожелать, чтобы органы власти, все законодательно и исполнительно работали единой командой. Принимали решения совместно. Формировали эти решения и голосовали за них, исходя исключительно из интересов горожан, которые доверили вам сегодня руководить процессом. Очень серьезные возможности появляются. Потому что и статус столицы, и поддержка сегодня и совета министров, и госсовета, и федерации для того, чтобы оперативно решить те вопросы, которые можно сегодня решить. Они решались, я считаю, длительное время. Хотя были планы, были все, но не было финансировано. Сегодня возможность меняется кардинально. Я уверен, что эти процессы пойдут гораздо быстрее. Всем присутствующим в зале Геннадий Бахарев преподнес подарок. Первое российское издание о городе Симферополе. В уникальных фотографиях своеобразный намек. Нарядной и ухоженной столица выглядела в разные времена. Такой должна быть и сейчас. Марина Павлова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. Система электронного правительства, которая позволяет каждому жителю полуострова напрямую обращаться к властям, набирает в республике обороты. Интернет-приемная, начавшая работу всего неделю назад, уже успела получить около 300 заявок с просьбой решить тот или иной вопрос. Какие возможности открывает перед крымчанами электронная демократия? Сколько теперь нужно будет ждать ответа от чиновников? И что делать тем, у кого нет интернета? В сюжете Татьяны Хэнкоты. Отсутствует уличный свет, разбиты дороги, больница не выдает нужные лекарства. С любой проблемой теперь можно обратиться напрямую в правительство, обойдя помощников и избавившись от бумажной волокиты. В интернете для этого открыта приемная. Чтобы попасть в нее, достаточно найти официальный сайт правительства Республики Крым. Ввести свой электронный адрес, набрать пароль, который придет на личную почту, после указать свои паспортные и персональные данные. Если гражданин обращается в какой-то орган власти, он знает, к кому обращается. То есть он знает конкретное лицо, знает название этого органа, знает все его реквизиты. Поэтому, естественно, и орган власти должен знать, с кем работать, потому что с безымянными обращениями работать невозможно. Это сделано лишь для того, чтобы защитить как персональные данные, так и защитить самого гражданина от того, чтобы его аккаунтом, скажем, не воспользовались те же так называемые боты. Вы знаете, что это широкое распространенное явление, когда взламываются электронные почты, получается доступ к персональным данным. Чиновники будут вынуждены реагировать на сообщения быстро, поскольку программа фиксирует дату заявления. А на решение каждого вопроса официально выделяется определенное время. Если крымчанин, к примеру, увидит открытый люк, он может не только написать об этом, но и прикрепить фотографии, а еще отсканированные документы, доказывающие нарушения. Теперь представим, как этот процесс бы выглядел, если бы он хотел это сделать в бумажном виде. То есть это же представить, он должен куда-то написать, что-то принести, куда-то подать, зарегистрировать. Но это процесс, не все захотят это делать. А так мы подключаем граждан путем вот этой электронной демократии, так называемой, мы подключаем граждан к работе по управлению. То есть увидел какую-то проблему, сфотографирует, отправь. Интернет-приемная работает в соответствии с законом Российской Федерации. Она открыта не только в регионах страны, но и по всему миру. В обличное правительство, во-первых, не в каждое попадешь. То есть все равно пишешь письма, отсылаешь, не все это факт, что это доходит. Если это будет как бы практиковаться в плане того, что будут услышаны, можно сказать, так кавычка, как молитвы, то да, вполне возможно. То есть почему нет? В принципе, неплохо. Мне нравится эта идея. Будете оставлять свои жалобы? Ну, попробуем, да. Мне очень не нравится в каком состоянии сейчас детские площадки в Санкт-Петербурге. Очень хорошо. Приветствую. А у вас есть какие-то жалобы? Будете оставлять? Сейчас, что ли? Жалоб очень много. У вас записи не хватит. Система электронного правительства внедрялась поэтапно. Летом заработали официальные сайты всех органов власти. Вслед за интернет-приемной появится электронный документооборот. Его планируют внедрить с 1 января 2015 года. Он позволит уменьшить стопки, приносимых гражданами официальных листов. Сократит время рассмотрения каждого. По задумкам правительства, хождение документа по инстанциям уменьшится с 5 дней до 40 минут. Я немножко старомодный человек. Я с интернетом не дружу. Это замечательная идея, но я уже в таком возрасте, что интернетом я не пользуюсь. Для тех, у кого нет возможности выйти в интернет, по-прежнему работает колл-центр. Никто не отменяет и письменные обращения. В ближайшее время в Крыму появится система многофункциональных центров. Там можно будет решать сразу несколько своих проблем одновременно. Оплатить коммунальные услуги, подать обращение, что-либо зарегистрировать. Татьяна Хынкота, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Вблизи Чернореченского водохранилища разведаны значительные подземные запасы пресной воды. Такое заявление сделал губернатор Севастополя. Там начались работы по бурению скважин в водоносной горизонте. На разной глубине 36-200 тысяч метров протекают две подземные реки. Это и есть решение проблемы пополнения Чернореченского водохранилища, считает губернатор Севастополя Сергей Миняйло. По его словам, вода из пробуренных скважин может быть подана в Чернореченское водохранилище для поддержания его баланса. Правительство Севастополя реализует комплекс неотложных мер, которые позволят получить дополнительно порядка 40-50 тысяч кубоветров воды в сутки. В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года город должен получить 9 миллиардов рублей на реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения Севастополя. Напомним, губернатор Севастополя 1 ноября подписал распоряжение введения графика подачи воды в некоторые районы города. Сообщалось, что ее запасов в городе Герой осталось всего на 14 дней. Вы смотрите наши новости. Далее в выпуске. Чтобы предупредить, покажут всем. Посмотрев на это в Крымском медицинском университете, забудешь сразу, что такое алкоголь и сигареты. При выкуривании каждой сигареты происходит сужение сосудов. В плаценте уменьшается кровоснабжение ребенка. Нет предела совершенству или удивить еще есть чем. Умелица в Симферополе изобрел уникальную технику работы по торцу дерева. О таком мир еще не знает. И я благодарен за это Богу, что я пришел к этому. Объединить все силы крымско-татарского народа в единый кулак. Такую задачу поставило перед собой общественное движение Крым. По мнению членов организации, только совместно и в контакте с правительством можно добиться лучших условий жизни для нации. Первые шаги, сделанные на полуострове, и за его пределами провели встречи с целью выяснить, какой курс крымские татары возьмут дальше. Общественное движение крымско-татарского народа Крым готовится к съезду. Планируют его во второй половине декабря. Количество участников – около 250 человек. Соберутся, чтобы выбрать вектор движения. Главный вопрос – как действовать нации в новых условиях. Гадать не будут. Организация уже встретилась со своими братьями в 13 регионах полуострова и даже за его пределами. В некоторых городах беседа была очень оживленная. Собирались по 300 человек. Обсуждали не только предстоящую деятельность общественного движения Крым, но и самые насущные проблемы, которые сегодня имеются как в Крыму в целом, так и у крымских татар в частности. Вопросы самые разные, начиная от каких-то частностей, связанных с получением жилья, земельного участка или же гражданства Российской Федерации, кончая глобальных проблем, включая геополитических проблем, на которые нам доводилось давать ответы. На съезд пригласили не только жителей полуострова, но и крымских татар, проживающих на материковой России. Из Татарстана прибудут шесть делегатов из Москвы и Московской области, выделены места еще семи. Организация Крым не замыкается на своих целях. Также просит присоединиться и членов других общественных движений крымско-татарского народа для решения проблем сообща. Сейчас готовится устав организации. Он, по мнению ее участников, должен отображать все проблемы народа. Идет определенный вопрос согласования с Минюстом относительно документальной части оформления данного движения. И я призываю всех, у кого есть какие-то пожелания, опять-таки к нашему координатору обратиться. Те пожелания о том, каким образом должна работать организация, какие задачи, какие цели необходимо поставить перед данным движением. Все это мы будем включать. Члены общественного движения Крым уверены, поддерживая организацию, крымские татары поддерживают себя. Создана она с единой целью для процветания народа. Крым не противопоставляет себе Меджилису. К финансам, которые выделяет Россия, по программе также доступа не имеет. Сам Ремзи Ильясов, названный аксеновым новым лидером крымских татар, к такому признанию со стороны главы республики относится практично. Таковым будет себя считать, только когда сам народ его выберет. А пока, по его же словам, планирует просто действовать на благо своих соотечественников. Юлия Попович, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ. Сегодня быть здоровым модно. В последнее время уменьшилось число курильщиков и тех, кто злоупотребляет спиртным. Несмотря на это, на улицах немало людей держат сигарету или бутылку пива в руках. Особенно печально то, что среди зависимых от никотина и алкоголя много представительниц прекрасного пола. Некоторые женщины не расстаются с вредными привычками даже во время беременности, что заканчивается для них и для их детей плачевно. О тяжелых последствиях и заболеваниях знают студенты Медицинского университета. А в музее на кафедре биологии можно наглядно изучить патологии эмбрионов. Ему продолжит Александра Пермякова. Музей у кафедры биологии Медицинского университета уже полвека. В его коллекции более полутора тысяч экспонатов. И что самое уникальное, 80% из них — натуральные препараты. Особое внимание заслуживает стенд эмбрионального развития. Здесь показан процесс формирования плода с момента его зарождения. В ходе экскурсии или лекции преподаватели более подробно останавливаются на первом триместре беременности. Ведь именно в этот период у ребенка формируются все основные органы и системы. Очень важно, чтобы мама не употребляла алкоголь, никотин, наркотики или лекарственные препараты. Все это может очень негативно отразиться на развитии ребенка. Самые тяжелые патологии представлены в музее. Это все настоящие препараты. Некоторые из них — рожденные дети. Но они не смогли жить в связи с тяжелыми заболеваниями. Волчья пасть — это невзращение неба по средней линии. Иногда у детей бывает такое состояние, когда в эмбриональном развитии что-то мешает тому, чтобы заросло верхнее небо. И тогда эта ситуация является достаточно опасной для здоровья и жизни ребенка. Кроме этого, на стенде представлены образцы сиамских близнецов, а также детей, у которых развились такие тяжелые патологии, как гидроцефалия, когда в головном мозге образуется очень много жидкости и микроцефалия — недоразвитие головного мозга. Есть коллекции, также эмбрион с трубчатым носом и другие препараты, которые изображают тяжелые патологии. Их можно избежать, если женщина будет серьезно относиться к зачатию и беременности. Ребенок развивается в утробе матери, питается посредством сосудов, которые доставляют ему кровь, кислород, питательные вещества через плаценту. То, естественно, при выкуривании каждой сигареты происходит сужение сосудов. В плаценте уменьшается кровоснабжение ребенка. И эти дети, это доказано, рождаются с более низкой массой тела, испытывают задержки в психическом, физическом развитии. Музей посещают не только студенты медуниверситета, но и школьники, чтобы своими глазами воочию увидеть последствия никотина или алкоголя. Ведь не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Подобное зрелище, возможно, убедит молодых людей отказаться от вредных привычек. Александра Пермякова, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ. Совершенно новое направление в художественной резьбе по дереву придумал и освоил житель крымской столицы Николай Гаврис. Свои уникальные авторские изделия он создает по полгода и больше, без лаков и красителей. Да и каких-либо других декоративных примочек мастер добивается максимального сходства своих работ с настоящими птицами, растениями, насекомыми. Основа техники Николая – скрупулезная работа с натуральным цветом древесины. Светлана Квиткова поделится впечатлениями от увиденного. Он был простым дворовым хулиганом, однако в первом классе мать заметила у него талант к рисованию, когда Николай сделал иллюстрацию к поэме Пушкина Руслана Людмила. Все школьные годы мама буквально заставляла сына учиться изобразительному искусству. Но крутой нрав было не сломить. И после армии Николай выбрал совершенно другой путь – стал водителем. В 90-е случилось то, что принято называть судьбой. Торгуя на рынке, он познакомился с резчиками по дереву из Закарпаттия. Его просто поразили те работы, которые они продавали. После нескольких лет перерыва Николай вновь взял в руки карандаш. Получив одобрение новых знакомых, с торговлей завязал. Первая работа – подставки для бильярдных Киев. 15 лет прошли в поисках своей техники. И вот, изучив, казалось бы, все мировые тенденции, три года назад Николай нашел то, до чего никто до него не додумался. Это как бы внутреннее видение. То есть я вижу это все, но только в торцевых частях. Все. И вот я срезал торец, допустим. Ага, если я сделаю цветок, как будет выглядеть конечный его результат? Я увидел это. Начал делать – получилось. И вот так последующие элементы я начал делать. Тут конкретно подборка идет. Это как собирание мозаики. Собирание мозаики и по торцам, и в большом объеме. В арсенале мастера десятки стамесок, ножей и боров. Больше 30 пород дерева. Некоторый материал, например, тигровое, красное и черное дерево, прибыл в крымскую мастерскую аж с Гавайских островов. И даже при этом изобилии рабочий процесс идет не быстро. Я вот ищу, я ищу гармонию, вот эту гармонию я ищу. А тут нету такого, знаете, как роботом. Все я делаю, все быстро, качественно и четко. Нету такого тут. Тут именно нужно все, вот оно поймать, поймать вот эту вот золотую середину. Вот оно должно, и вот оно происходит. И вот я подбираю этот цвет, наконец-то. Уже больше двух лет Николай делает эти дверцы для книжного шкафа. На каждую деталь мастер тратит от двух недель. А хамелеон надел аж полтора месяца. Вся эта красота – тончайшие срезы самых разных пород древесины. Калибрия именно вот эта вот, она сделана из ореха, полностью из ореха. Тоже подборка идет цветовой гамме. Вот, потом что у нас еще? Самшит. Вот, скажем, самшит и орех тоже, в сочетании самшит и орех. Сейчас Николай начал работу по новому эскизу. Говорит, что в каждое изделие будет привносить что-то новое, чтобы оттачивать мастерство. Кстати, держать в секрете свою технику он не намерен. В ближайшем же будущем Николай хочет взять в свою мастерскую учеников. Светлана Квитко, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ Симферополь. У меня на этом все. Тарас Брезицкий расскажет о событиях из мира спорта. До встречи в эфире. Не переключайтесь. Россия отметила День самбо. Официально этот вид единоборств был зарегистрирован 76 лет назад. Праздник самообороны без оружия прошел и в Севастополе. Мы пытались сами что-то организовывать, но у нас не хватало административных ресурсов и финансовой поддержки, чтобы проводить такие масштабные мероприятия. Но сейчас хорошо, что это есть, что дети занимаются спортом, что они растут здоровыми и крепкими. В чемпионате, посвященном Дню самбо, выступили юные спортсмены. Их возраст от 11 до 18 лет. Несмотря на возрастную категорию, местные самбисты обладают немалым опытом. Они неоднократно проверяли свои силы на фоне борцов из других регионов России. Белгорода, Москвы и представители Южного федерального округа. Причем севастопольцы не просто боролись, а показывали хорошие результаты. Тренеры уверены, у этого поколения большое будущее. У нас очень хорошие самбисты и дзюдоисты. Многие уже выступали на чемпионате России, занимали призовые места. У нас есть свои чемпионы мира, заслуженные мастера спорта. То есть перспективы хорошие. Это русский вид спорта. Он отлично влияет на здоровье человека, на его организм. Очень низкий травматизм в сравнении с другими видами спорта, даже олимпийскими, но даже олимпийскими. Очень низкий травматизм. За счет этого мы хотим привлечься как можно больше детей, как можно больше детей забрать с улицы, от компьютеров, от наркотиков, от чего угодно, чтобы они занимались спортом, были здоровыми и крепкими. Отметим Всероссийский день самбо. На полуострове отметили также в Ялте. В Керче завершился чемпионат по грэплингу. Это один из наиболее жестких видов единоборств. В нем применяются приемы различных борцовских школ и стилей. А ограничений в болевых и удушающих – минимум. На ковер вышли спортсмены-представители Симферополя, Евпатории, а также других городов и районов республики. Но основную массу участников открытого турнира составили все же керченские спортсмены. Возраст участников от 16 до 41 года. Причем они не поделены на категории. Ветераны спорта борются в том числе и с новичками. Грэплинг – молодой вид в Крыму. Первые соревнования по этой разновидности единоборств прошли лишь весной. 2014 года также в Керчи. А нынешний розыгрыш стал всего вторым. Впервые в Симферополе прошли соревнования по кроссфиту. Этот экзотический для республики вид спорта отличается непредсказуемостью и разнообразием. Кроссфит – это микс различных спортивных дисциплин. Он включает силовые и легкоатлетические элементы. А порой для успешного выполнения спортсменам нужно проявить себя акробатами. Все упражнения выполняются на скорость. А вот что именно придется делать и в какой последовательности для участников – загадка. Свою программу они узнают непосредственно перед стартом. Из всех почти направления кроссфита все, что будет проходить на самом соревновании, говорится только уже постфактум. Почему? Чтобы человек не подготовился, именно не подобрал себе комплекс, не подбил время и так далее. То есть здесь учитывается общая физическая подготовка каждого из участников спортсмена. Участников организаторы собирали популярным сейчас способом. Создали группу в соцсетях. Проверить свои силы и ловкость набралось около 40 человек. Чтобы спорт продолжил развиваться, его нужно постоянно усовершенствовать, считают организаторы. Крымские энтузиасты уже сейчас работают над разнообразием программы. Пока большинство участников выступают на начальном уровне, но со временем их навыки будут расти, а задания станут более сложными. Мы ожидали, думали вообще ничего, как бы сильно крупно не состоится мероприятие. Но сейчас, как видите, сами люди подходят, интересуются. Много людей, даже в интернете у нас, получается, почти около 500 подписчиков было на сегодняшнее мероприятие. И, как бы, это мы проводим первые такие пробные соревнования. Тут не сильно такой трудный комплекс будет упражнений. Как бы в дальнейшем хотим все развивать, делать побольше упражнений. Чуть-чуть потруднее, уже добавим штанги, уже будет, как бы, все будет по-серьезному. Кирилл Петренко – кандидат в мастера спорта. Правда, не по кроссфиту, а по тэквондо. На последнем чемпионате России крымчанин стал третьим и пробился в состав сборной. Вскоре он будет выступать на чемпионате мира. Натренированное тело позволило Петренко без проблем стать лучшим среди юниоров. Но даже такому опытному спортсмену, чтобы выиграть золото, пришлось потрудиться. Ну, наверное, бег челночный, потому что 27 раз туда-обратно бегать – это было очень трудно. А остальное – все было не так сильно тяжело. Помимо юниоров, призы разыгрывались в возрастных категориях юноши и девушки старше 16 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...